мне не произошли с моими цветами за то время как наступила осень сегодня октябрь месяц по моему 12 число хочу вам рассказать как чувствуют свои мои орхидеи смотрите это колода она с механическими травмами ко мне пришло но ничего травма ничего они не начали портить листочек нигде не мокнущего ничего но все сухенько но целое лето она у меня была на улице и наконец-то показался листочек и еще показался цветонос это уже точно цветонос сто процентов потому что корешок растет вниз а цветоносик растет вверх и вот такая колода меня радует она очень красиво цветет если кто знает какая колода это восковой цветочек у немножко мельче обычного но очень красиво цветет у меня есть видео про колоду кому интересно посмотреть это колода от микки орхидес девочка мне прислала говорит я не знаю как за ней ухаживать не знаю что с ней делать она не растет сидит сидит но вы знаете но мне тоже долго сидела очень долго что я не делала на все время сидела сидел и вдруг пошла в рост вот листочек четко пошел ты цветонос я этому очень рада потому что колода очень красиво это мультифлора очень красиво и рясно или как-то сказать очень хорошо цветет корешок у нее хороший зелененький наращивает корни она у меня сидит на системе такой мокрые пяточки меня в квартире тепло я этого не боюсь когда будут морозы конечно на подоконнике прохладно тогда я уберу из мокрых пяточек но рядом нужно ставить воду чтобы была влажность воздухе потому что если сухой сильно воздух и собираются некоторые паразиты это была когода вот так она у меня за лето подросла один листочек выпустила я конечно ожидала что она больше выпустить но спасибо и что она хотя бы пустила цветонос и будет зимой радовать меня своим цветением в основном каоды цветут только зимой теперь хочу вам показать новый препарат который я купила от всяких насекомых и он мне очень понравился смотрите я поближе включу это не реклама я просто показываю тем чем я пользуюсь захист и педживленья то есть два в одном сейчас я поближе подвину азота 005 фосфора 005 и калия 005 все по одному все вместе здесь входит и от вредителей сейчас переверну если кому интересно сделайте паузу и почитать я вот подержу некоторое время для того чтобы можно было почитать остановить вот смотрите какие вредители попы лыдца трипсы клопы белокрылка и щитовка то что у нас как раз бывает на наших растениях на орхидейках как раз эти вредители все убиваются еще бывает мученистый червец но тут его нету но его можно убить другими способами какими способами у меня есть видео кому интересно просмотрите пожалуйста значит как я пользуюсь этим препаратом препарат очень хороший я беру надо в неделю два раза если вы заметили вредителя вот берете допустим колоду и обрабатываете листочек этот препарат полностью без запаха и хорошо обработать землю все накрывать не надо вот так некоторое время она постоит затем берем тампончик и лист и тампончиком вот эти места внутренние обязательно вытерем и листочки тоже я сейчас протру покажу вам так как я но пользуюсь этим препаратом мне не нужно чтобы ждать время выжидать поэтому я протру и покажу как нужно протереть листочек будет блестящий красивый и вредители тоже уйдут он вообще без запаха он замечательный мне очень понравился и многие вредители исчезают я пробовала на пиларгониях королевских на них часто белокрылка нападает и когда я попробовала этот препарат белокрылка исчезала правда нужно через время повторять так как белокрылка откладывает яйца и из тех яичек вылупливаются новые особи а старая особь после первого применения когда она попьет сок начинает погибать посмотрите какие блестящие красивые листочки получают от этого препарата видите вроде бы их воском натерла обратите внимание и тем временем растение получила микро и макроэлементы и вредители убились но обязательно нужно почву обработать этим препарат если нет вредителей можете раз в неделю а если вы заметили какого-то вредителя то нужно обработать два раза в неделю и вредитель уйдет так как препарате не надо больше я вам все рассказала теперь хочу рассказать смотрите когда я протираю листочки серединку я достать не могу вытереть пыль у меня такая щеточка есть я просто щеточкой вот так в серединке вытираю и вот эти места чтобы орхидейка дышала все это щеточка для фиалочек очень удобно у них ворсистая часть листиков и листик не вытирается ни тампончиком ничем а щеточка я пройдусь фиалочкам и удобно орхидеям тоже очень хорошо вот эти пазухи листиков протереть и получается чистый листочек вот такая колода на сегодняшний день меня порадовала думаю вы порадуетесь вместе со мной тому что она пустила новый листочек и цветонос надо ее удобрять чем я удобряю кроме этого я вам расскажу в следующем видео здесь в основном хватает всех удобрений ну еще чем нужно удобрить удобрить немножко чтоб помочь ее цветить а все лето я ее не удобряла она стояла у меня под дождем и под ветром на улице и посмотрите ничего и нет корешочки хорошие вы сами видели вот таком состоянии она и стояла я ее не вынимала с этого второго стаканчика он немножко шире чем основной горшочек для того чтобы подсыхали наверно воздух проходил аэрация проходил в этом смысле а так корневая шейка не испортилась ни грамма видите так что то что орхидеи стоят на воздухе или на балконах им это не вредит свежий воздух им даже идет на пользу вот такая колода у меня на сегодняшний день а вот посмотрите еще одна у меня орхидейка тоже ее занесла с улицы еще не успела протереть даже листочки смотрите как она себя чувствует корни корни она пускает хорошие мощные цветонос просто правда не пускает это пульчерима очень красиво цветет у меня есть видео про ней она мне тоже стоит на мокрой пяточке корневая система нормально так как она росла во мху я и оставила мог но мог очень не уплотнила плотно а слегка так его оставить и вот эти вот листики наверно осень все-таки чувствуют а то ли уже просто отмерли я их пока не снимаю вот так пока они сами не отпадут то есть орхидейка еще питается этими желтыми листиками посмотрите она была на улице нигде корневая шеечка тоже не попортилась ничего это ее обрызгала препаратом и не вытерла листочки ведь она получилось ну листочек в точечку я свои орхидеи никогда не купаю так как я их купала в начале как только начала этим заниматься и у них пропадала начинает пропадать стволик корни вода вроде бы вытирала все в порядке ну все равно видите не уследила а эту хочу орхидейку показать это орхидейка была без точки роста я спасала ее снимала видео это кимоно красиво очень орхидейка затем она дала детку с бокового на тоже на мокрых пяточках у меня стоит внизу керамзит а сверху кора смотрите какой она вторую дала детку большую крупность а первую детку прикорневую я ее не немножко неудачно отделила но детка живая все в порядке сейчас вам расскажу про это в конце видео покажу нет смотрите и это орхидей опустила детку с серединки возле точки роста ведь и заполонила все корнями то есть этот листочек если снять углубить ее и будет порядок нормальная орхидейка и вон она выпустила цветоносик по моему если я не ошибаюсь если даже корешок и тоже хорошо так как она маленькая еще детку я отделять не буду можно было конечно отделить и дождаться еще одной детки но мне кажется что она начинает свести пускай процветет молодец орхидейка видите какая какое растение вообще орхидеи они неприхотливые они очень крепкая хорошие выносливые и хорошо растут и наконец хочу показать вам детку которая неудачно отделила я ее поставил на такую систему вот стаканчик стаканчики вода сверху крышечка уже напылилась крышечка и был маленький корешок один корешок погружался в воду так он и держится в воде а второй корешок вырос куда-то в бок вот аж прижался к крышечке надо будет его повернуть можно снимать с этой системы так она была сильно маленькая корень был вот такой коротенький и этот был маленький видите как я ее отделила но она захотела жить и выжила видите какое растение крепко тоже ее надо немножко обработать от вредителей потому что листик пыльный видите вот так и она чуть-чуть постоит затем и листочек протру и все у нее будет хорошо корешок я вот так чуть-чуть об стаканчик упираю чтобы он вверх по крышечку не рос вот видите чтобы он загнулся вниз и накрывал крышечку все больше ничего не делаю а тот корешок прижимается к водичке самой длинной и сам тянется вниз пересаживать ее пока не буду дождусь пока вырастут хотя бы два листика а затем пересажу покажу вам посадочку это тоже кимоно и вот у меня получилось два растения кимоно это орхидейка без точки роста пустила детку и вот еще детка спасибо всем за внимание оставайтесь вместе со мной ждите новых видео до свидания а следующий раз мы будем пересаживать вот эту огромную орхидею посмотрите какие у нее листики это у нее был солнечный ожог листочки затянулись все но она выросла и вывалилась из горшка и вот это все нужно пересадить так как ей некомфортно и листочек пожалуй дыхал про нее я вам расскажу в следующем видео всем удачи всем пока